Здравствуйте! В эфире медиакомпания 39 канал. Городские подробности. Программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как в Анапе ФСБ задержала пособника украинских спецслужб, как прошел выездной прием граждан в станице Анапской, о благоустройстве курорта и не только. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выполнить разведывательные задания иностранных спецслужб гражданин не успел, так как был задержан сотрудниками управления. Ведется следствие. Василий Швец и Сергей Чикаров провели выездной прием граждан в станице Анапской. Жители сельского округа обращались к мэру города и Анапскому межрайонному прокурору по вопросам мер социальной поддержки, благоустройства, строительства социальных объектов. Первыми традиционно взяли слово члены семи мобилизованных анапчан, которых волновали темы выделения земельных участков и другие меры поддержки. Василий Швец поручил на постоянной основе информировать семьи мобилизованных обо всех изменениях и нововведениях в законодательстве по всем видам социальной помощи и оказывать полное сопровождение. Также среди обсуждаемых тем ремонт и строительство тротуаров и дорог, участие в программе «Народная стройка» станичникам сообщили, что в этом году в муниципалитете началась масштабная работа по замене ламп на энергосберегающие. Всего будет установлено более 12 тысяч новых светильников. Процесс пройдет в несколько этапов и обязательно придет в Анапский округ. Также Василий Швец рассказал, что в станице планируется строительство спортивного зала, проектирование Большого дома культуры и детской школы искусств. Многие озвученные на приеме вопросы были решены на месте, а вот более сложные взяты на контроль мэрии и прокуратурой. В администрации курорта обсудили благоустройство. Мэр Анапы Василий Швец провел час контроля. В ее работе участвовали его заместители, руководители структурных подразделений, а также главы сельских округов. Обсуждались вопросы соблюдения сроков исполнения поручений. Глава курорта подчеркнул, что за каждым поручением стоят просьбы анапчан, которые они озвучивают на приемах граждан и личных встречах. И важно, чтобы отработка поставленных задач была качественной и своевременной. Самым объемным блоком часа контроля стала сфера ЖКХ. Собравшиеся обсудили благоустройство общественных пространств, ремонт и строительство дорог и тротуаров, отвод паводковых вод, обновление павильонов общественного транспорта. Часть поручений уже исполнена, остальные останутся на контроле. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. В Анапе полицейские продолжают проведение рейдовых мероприятий в сфере контроля миграции. Так, правоохранители привлекли к административной ответственности нелегальных мигрантов и их работодателей. Они осуществляли свою деятельность на строительных объектах города-курорта. По итогам проведенного рейда сотрудники полиции составили семь протоколов за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом безгражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. А один гражданин Узбекистана будет выдворен за пределы Российской Федерации по решению суда. Краевые специалисты провели консультативный прием анапчан. Прием во взрослой поликлинике городской больницы Анапы состоялся в рамках программы «Кубань. Край долгожителей». В город-курорт приехали врачи-специалисты краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Участниками акции стали пациенты возраста 60+, состоящие на диспансерном учете. Прием провели врач-невролог и врач-кардиолог. Всего 43 человека получили консультации краевых специалистов. Месяц благоустройства в Анапе продолжается. На прошлой неделе удалось собрать и вывести около 150 кубометров мусора. Вместе со своими организациями в субботнике приняли участие более 1500 анапчан. Активно шли работы и во всех сельских округах. Наводили порядок и хозяйствующие субъекты. Это предприятия – санкуры, общепиты, торговли, образование. Многие анапчане убирали около своих участков частных домов и многоквартирных домов. В ближайшие экоакции, которые пройдет в эту субботу, принять участие также приглашаются все желающие. 13 апреля в 9 часов утра. В Анапе пройдет открытое первенство по кикбоксингу. Соревнования, посвященные памяти Николая Испирьяна, пройдут в течение двух дней. 13 и 14 апреля по адресу село Супсех, улица Советская, 44. Своё участие в мероприятии подтвердили спортсмены более чем из десятки городов России. Торжественное открытие состоится 13 апреля в 13 часов. Ко дню космонавтики в Центральной библиотеке Анапы прошла серия интеллектуальных квизов. Старшеклассники школ номер 4, 5 и 6 отвечали на вопросы об ученых и инженерах, открытия которых связаны с изучением Вселенной. Слушали известные песни о космосе, разгадывали головоломки, а также с помощью мимики и жестов объясняли слова инопланетянина орбита и невесомость. Следующая космическая игра состоится 18 апреля в 19 часов. Далее прогноз погоды. В субботу 13 апреля ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Влажность воздуха 78%. А вот ветер подует южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, события и факты – все это на сайте anapanews.com. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова